Мы находимся на выставке Метроэкспорт, разговариваем с нашими гостями и экспоментами. Скажите, что нового у вашей компании, что вы представляете, чем собираетесь удивлять в 2019 году рынок, что новенького в самой компании, продуктов? Вы знаете, 2018 год был для нас очень важным и прорывным. Мы лидеры в закупке молока в мире. Наша компания выпускает продукцию под брендом Гальбания итальянского, номер один в Италии, и президент номер один во Франции. И мы хотим стать лидерами в нашей стране, в России в том числе. 2018 год я знаменовал довольно существенные изменения. Мы стали закупать козье молоко и мы стали выпускать козье продукты. Мы расширили элитные сыры, выпустили Камамбер, Бри. И в наших планах укрепить лидерство в сегментах мягкие сыры. И моцарелла. И оставаться лидерами навсегда. Сложно ли конкурировать с российским сельским хозяйством, потому что здесь тоже есть молоко, белорусское. То есть как вот французский импорт конкурирует с российским товаром, с российской продукцией? Нет конкуренции, потому что с 2014 года, с момента эмбарго, мы перестали быть импорт-ориентированной компанией. И мы производим в России, на заводах Московской области и в Тульской губернии. Поэтому мы конкурировать с российским производителем не конкурируем. Мы являемся российским производителем. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми экспонентами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok